Бегом, Тараси. Боже, в 7-м часах мы дарим Тебе, мир и святой Павла, земля, а живую, аминь. Освяти и дали Твое Слово истинное молитвы. Так, почему так поздно подходит? Потом одинаково. Маша, мама и все трое. Вы не договаривались, но у всех именно вот это вот. Вот отсюда все остальное. Волосы подбирайте, чтобы никогда космы не торчали вот так. У меня была близкая знакомая одна, Бакланова Антонина Георгиевна. Она была ущемленная советской властью. Они подпольно молились. Истинно православные христиане. Следователя Допрашин говорит, вот вас муж выгнал. Он привел выборную жену. А я говорю, у нее трое детей там осталось. Она говорит, через сапор перепрыгнула. И власти, конечно, на его стороне. Вы, наверное, маленьким язычком нас ругаете. Она говорит, нет, я молюсь Богу. Она молится Богу. И когда они пришли, в моем доме, 32 человека сразу пришло. 32. Они ни паспорта не принимали, ни детей в школу не пускали. Советскую власть не признавали. Ни на государственной работе работать нельзя. А тут они получили паспорта. Пошли их архиерею. Архиерея был тогда регион архиеписков Новосибирский, Барнаульский, Докукин. Утвердили их в этом звании. И одна из них Шишкина Раиса стала она Ксении. Стала она в настоятельности монастыря. Московский патриархат это все. И вот она рассказывает, как они жили. И вот где-то по домам собирались, тайно приходили, по одному, по двое. И вот одна бабушка, хозяйка, и говорит, обращается, кто у них настоятель. Трифон. Вот отец Трифона, почему? У меня ничего не получается, я все не успеваю. А Тоня, у Тони все получается, и она успевает, и еще и другим помогает. Вот это что стоит, она говорит, печь русская. Ну пройди туда до печки и обратно. А зачем? Я прошу тебя. Еще я не знаю, что ли, я тут каждый день хожу. А люди сидят слушают. Настасья, я прошу тебя, пройди туда и сюда. Ну еще я маленькая, солью надо мной издеваться. Понятно сколько слов? А это наставник. Настасья, я тебя очень прошу, пройди. Ну вот пришла, что? Что изменилось? Ну ничего не надо, садись. Он называет там в другой комнате или где была тектония. Так, Антонина, ты на печке обратно можешь пройти? Слушай, если наставник так идти, он говорит, садена. Сколько ты слов наговорила? Сколько ты болтала-то? И как ты прошла? Прошла вихлялость? И как она прошла? Вот такая у нее вся жизнь. Она такая была. Она жила, ну она беспризорная как была. У нас жила на квартире. Отдельно тогда приобрел домик для бабушек прямо около храма. Там не домик, а квартиру. Никитина 137, квартира 1. Надежда Васильевна там матрасы привезла, я не знаю. До 30 матрасов там бабок. А церковь-то была одна. С районов приезжали и там ночевали. А я не знаю даже. Я на Надежда Васильевна там на саночках дрова привозила. Там где-то мы нашли из магазина ящики. Бабки-то знали. Я их не знал. Они с тройонов были. И однажды я зашел. Хозяин пришел. Хозяин пришел. И бабки там. Понятно как? Все это одно за одно идет. И здесь также. Мы опоздали все трое. Я еще унащил. У меня на все есть примеры. Почему опоздали? Звонок был для всех. Звонок был, беги-бегом. Это наш устав. И устав для вас. Написано с поспешностью. Ешьте с поспешностью. Значит, Маше налить одну и третью порцию. Она ни второго, ни третьего еще не будет. Яблоки есть. Только так, чтобы будылек. Дай-ка вам яблоко. Вот это называется будылек остался. Он висит на нем. И семечки. Семечки можно тоже сживаться, а не положительно. Все. Вчера от боя не доели. Они у меня ответили за это. Не доели. А грызли, как крыса их грызет. Бросили. И вообще там половина яблок остается. У меня один отрок приехал. Яйцо куриное. В смятку. Он как выпил, а остальное прилипшее не тронуто. Я говорю, ты рукой уже выбросил на столе. Ложкой попробовал, там пол-ложки. Так было, нет? Так. Так. А дело было вот, например, до Пасхи в рот не берегается. И он до Пасхи так, так было. Больше он и так не делает. Раб слышит, но не делает, если останется без доказания. Я Рахва знал, о чем говорит. Однажды я, кольчас поздно, в собрании ходили к баптистам. И я на велосипеде, мой велосипед купил. Девушку надо подвезти было до дома там. Ну просто так. Ночь, никого не видно. Я взял, посадил ее. Милиция. Остановили. Вы знали, что ездить нельзя? Знал. Знал. Как я не знал-то? У меня с моего велосипеда. Они ниппель открутили, забросили. Я в руке повел на моего велосипеда. А идти далеко было. Они меня научили навсегда. Даже ночью. Даже не так. Никогда не единое нарушение закона. Написал стоп. Да нет поезда. Стоп написано. Остановитесь. Вас фиксируют. Ты только заезжать сейчас. И поезд. У тебя машина сломалась на переезде. А я останавливался. А ты не останавливался. Ты тихо ехал, тормознул, посмотрел и поехал. У нас была благодетельница одна. Валентина Николаевна. И она точно так же ехала с племянников. Кажется, в прошлом году. Уже по запрошлым. Она помогала. Что? И все от нее было. Как она за рулем сидела? Племянник сидел-то. Поезд стоит. А другая линия-то оттуда. Ну выйди, посмотри. Как давала машина сразу все, кто был, умерли. Свинцов. Бывший офицер милиции. Стал писателем. Свинцов. Борис Владимирович. Едите в кем-то. Кто за рулем, тоже не знаю. Удар был такой сильный, где там протащило. Их узнали только по книжкам, которые там лежали. Это слишком дорогое удовольствие. Сказали стоп, стоп. Сказали делай, делай. Тебе думать не надо. Зачем думать? Тут уже обдумано. Обдумано, когда устал составляли. Когда вот этот красный, зеленый, синий. Зачем красный? Зачем зеленый? Почему красный означает стоп? Почему не зеленый стоп-то? А потому что красный свет, инфракрасные лучи, меньше всего поглощаются на земле. И видно, допустим, на три километра. А зеленый только на километр. А зеленый разрешающий ехать. А разрешают, я могу и не поехать. А стоп это значит мертво. Научитесь. И когда я так настаиваю, на меня нападают все которые, а они расхлябаны. У них ничего нет. Они или в армии не служили. А я в армии был, у меня неблагодарности были. Домой отпустили. Строжайше. Потому что есть устав. Положено сейчас вторую смену заступать мне. Ложиться спать. Никто идет. Играет там в шахматы. Я сразу лег, уснул. Но зато ночью я уже в два глаза смотрю. И они меня никогда не застанут. Я все время стрелял с детства. У меня сто из ста. Редко девяносто девять. А как? Враг залез. Там охраняем базы. Не какие-то. Ракетные войска. Склады. Я найду место где проверил склады. Баночки нашел. Предвесил. Собачку прикормил. Чтобы она раньше обнаружила врага. Все. Я говорю стрелять в воздух не буду. Сначала стой кто идет. Я сначала его положу. А потом буду стрелять кверху. Я себя зачем буду обнаруживать то? И так наши когда идут на смену. Издалека кричат. Говорят. Это мы свои идем. У меня автомат. Нажал только. Все. Никого нету. А начальство. Премиальное. Там как называют. Отдых. Или что-то дают. Когда ты исполняешь. Даешь ты пример. Вот Брест Паскай сказал. Я верю только тому. Кто позволил ради Христа. Перерезать свою глотку. Я тому верю. А когда ты никакой. Зачем ты будешь? Юбка-то я только сказал порвана. Она не порвана была. Это мода. Это масоны. Это садомиты сделали моду эту. Зачем вы верующие допускаете это? Маленькая девчонка вы уже толкаете на определенные дела. Да нет мы. Не надо обманывать. Дела говорят больше чем слова. Да. Я вот поедим. Я вас интервью еще возьму. Это очень полезное будет интервью. Вы поняли? Да. Все. У меня где-то. Фростина сестра приехала. Приехала разорванная. Но мужчина как? Мужчина такую нитку не делает. Мужчина нитку составляет вот такая нитка. Я вот такая нитка. Я платье зашиваю сижу. Меня снимают. Здесь я сижу на скамейке. Ей зашиваю. А я не могу шагнуть. Клиния вставь. Да у женщины гофрированное платье там можно сделать какое угодно это. Это не это. А что идет великое. Да там ничего нет то же самое. Хоть цариста. Хоть рабыня. Там ничего нет. Одно зловоние. Я сказал зловоние. Тектония которая была. И гной. И все. Душу отдают за это. И на веки погибают. И на этом мытарстве. Их 20 мытарств после смерти. Гибнет больше людей чем на 19. Больше чем погибло от атомной войны. А женщин гибнет. И через женщину все мы умираем. Женщина горше смерти. Серахов говорит. А тут приукрашивает как все. Об этом кресле в рассонате Лев Толстой пишет. А наоборот уже говорит. Ее береги. С детства. Как мусульмане. Мусульмане. Это поняли. Я говорю. С мулами беседовал. Мулы это как священники. Я говорю. Какой процент девственности сохраняется. Они меня даже не поняли. Я говорю. Девственность. Что она девушка. Не испорченная. Сто процентов. А если не так. Нет таких. Ну были же. Ну были. Да были. Брат я сразу убил. За столом только сказал. Он говорит. Другой случай был. Отец. А она с мужчиной селовалась. Он разозлился еще на нее. И посмотрел. Он говорит. Папа. Да это снимки там делали. Это отец бы хотел пистолет за столом застрелил. Я не призываю ни к чему. Я просто говорю. Ну смотрите маленько. Она идет. Она кнопка. Ничего не знает еще. И едва шевелится. Сейчас должен быть подвижен. Неквашня какая-то. Быстро везде бегать. Вы пришли сюда. И даже уйти другими. Выйди сюда. Да. Фарфики которые. Оба. Это родные селства. Ну посмотри. Я мог бы другим показать. Ну посмотри как они выглядят. Подвижные. Хорошо плавать. Это спорт. Становитесь. У вас живые образцы здесь есть. Как работали? Хорошо работали. Немножко осталось там еще довязать. Сейчас покушаем и довяжем. Ну это дядя Володя скажет как. Мы тоже работали. Так. Работал здесь кто? Никита. Володя 2. Егор 3. Тараси 4. Илья 5. Степа. 6. Скорость. Ну и я 8. Работали. Вчера мы там напилили. Надо было ветки обрубать. А мы где-то 8. Бестолковые. Это даже как зверята какие-то изношки выскочили. Вот ему показывают. Рядом где несем. Ведем мимо баня. А там котел стоит. И котел настолько вот. Ну когда он несет разворачивает. Ветка попадает. И он дергает. А котел не свернешь. Ну ты маленько пройди дальше ты. Чтобы он не залазил туда. Ну 3 метра дальше ты. А там поворачивай. В следующий раз я опять развернулся. Опять застрял. И он дергает. А куда никуда котел. Котел то там килограмм 200. Ну ты застрял один раз. Застрял. Ты знаешь осел говорят. Глупое животное. Осел очень умное. Вот здесь грязь. И осел застрял. Теперь мы это засыпали. Асфальт сделали. Осел не идет. Он идет в охот. Осел очень умный. И вот работали. Как и работали. Смотреть надо. Коля должен еще мне. Руки в карман. А в карман это означает. Руки не нужно. Во время работы стоять. Руки не нужно. У мамы одна рука. А у тебя ни одной не будет. А не будет. Бог отшибет их. Все время надо толкать его. От мамы не зависит от какой ей быть. Она одной рукой делает больше чем вы трое. С двумя руками. И при том. Вы ему дали чистое. Неси. Вот ветки. Веткой вот так вот наложили. Сколько? Две-три. По одной бывает они длинные. И несет. Нет. Он сразу вот сюда. Вот она грязная. И сразу же на спине грязная. Точно так же сделал Степа. Зачем вы это сделали? Он глазами хлопает. Ответа нет. Ну ты видел как люди носят. Так не носят. Ищи на одной через плечо. Ты запнулся. А она стучок прорвала сразу. Держи в руках. Ты дернул. Основился. Посмотрел. Ничего нельзя сделать. Тоже вот они стоят рядом. Тот живет в верующей семье. Отец-мать верующая. А как будто бы злодейство заложено все в нем. Где бы кто ни был. Какой он сразу уже там в семье вместе. Но благо что попросился сюда. И почему? Прищищаются. Я нахожу причину. Им нельзя прищищаться. У них самый злой норак. Похожий на деснование. Я не просто работаю. Я наблюдаюсь. И показывают прутик. Вот это называется. Толстый это кумель. Камелек. А это ветка, вершинка. Вот так. Он один такой. Другой так. Третий поперек. Тут не надо ни ума ни чего-то. Обезьяну можно учить за один день. Обезьяну. Я его не могу научить. Он глаза закатил. Но он же ложкой-то не берет за это место. Ложкой так-то он не хлебает. Значит, тут он понимает. И когда почерпнет, в ухо-то не тянет, а в рот тянет. Значит, до уровня шимпанзи тоже дожил. Не могли вы это не видеть в детях-то? Вам-то какая награда за это? Такие дети растут. Дети верующих скромные, смиренные. Они вчера все пили друг друга. Поля схватил этого Тараса в зал. Поэтому я издалека-то вижу. Вижу не отпускать. Мертвая хватка, как бульдог. Он злодей. А до матери он святой. Он не работать не может. Не понимать чисто. Значит, не стирать. Там сделано, где ему дала. Мыло в руки и наблюдай, как он будет. Ты понял? За каждый раз, как выкидываешь карман, я тебя буду наказывать. Илюша показал, где работает нормально. У нас с Илюшей наладился контакт. Контакт. Акклиматизация. Вскоре никакого контакта пока нет. Но он... Делать это от меня некуда. Я везде, как меня на суде назвал, дядя Петя говорит. Судья говорит, говорите, Лапкин там был. Господин судья, да он же вездесущий. Я говорю, это свойство Божие, судье говорю. То есть я работаю, а глазами гляжу. Она что-то снимает, он здесь. Ну тут интересный момент. Подошла с собакой, и перед ней ребенок сел. Он уткнулся в машину. Ну поверни глаза-то маленько. Это такой кадр интересный. С собакой и незнакомый ребенок, и как она и сели рядом друг против друга. Понимаешь, это кадры чего стоят. Не понимают. Куда-то закатят глаза. Кто хуже всех работал? Тут показать мне трудно. Работали все. Егора выделил начальником над этой командой. Он когда приносит ветки, он и сказал, чтобы не широко было. Наложили все. Жалоб нет, потому что я там был. Жаловаться некогда, да? Не будут жаловаться. Я готовый начальник, чтобы в дело. Ну там Никита. Вот Никита это все. Ой, Никита, вы при детях его разбираете. А когда его разбирать? 26 лет никто не разбирал. А когда начали разбирать, там пустота. Почему? Отца? Нет. Мать? Тоже где-то неизвестно. Я сегодня долго тащу топор. Топор тащить это не пилу. Пилу еще труднее. Надо очень осторожно где-то. Дал ему этот топор. Он один удар только делает. Там лежит огромный камень. Со всей силой бьет в камень вот этот. Я все должен думать. Ну ладно, она не хрупкое железо там загнулось или что-то. Еще пол топора. Зачем? Ну это же ты не знаешь местность. Тут электрический провод у матушки идет. Он рубанулся дальше. Ну что ты с него возьмешь? Скорее с него у меня разницы никакой нет. Ты с него ничего не возьмешь. Новый топор он не купит. Да и у него денег не хватит на это. А вчера кто-то поставил ролик. Лучше всех потеряем, когда работает Никита Андреевич Колесников. То есть какой-то такой же где-то выполз. Глянул на свет-то. Он не делает, не умеешь. И я такой же. Я не один. А Никита уже 26 лет, а мне 6 лет я не умею. Защит. И я хороший. Я понимаю, что заступается. А наоборот бы сказали. Дядька, ты что делаешь? Творишь. Дальше поговорили только. Опять рубить. Подними вот так. Надо обработать, обрубить. Мне бросает она вся ветка. Возвращаю назад. Одну, вторую, третью. А так разве работает? У нас один лозунг. Все, что делаешь, делай. Как для Господа. Больше ничего не надо. Для Господа. Для моего Господа. Который умер замерня. Это я разборку делаю только. Я над этим смотрю. Он то что делает? А рядом провод идет. Она, Аталия видела, знает. Неизвестно. Предупреждаю. Вот так подними, на Попа. На Попа это прямо поставить. Вот так вот, когда стоит, называется на Попа. Почему? Попси наставил прямо. Никогда не валялся. И поговорка вышла, что если ставишь щурку, как ящик. Ящик короткий, высокий. А так поставить прямо это на Попа. Это в мире такое. Ну тут понятно из-за чего, что Поп это не сапожник. Сапожник пьяный в стельку. Печник в дымину. Вот тут выражения то какие. А Поп он стоит прямо. И вот мы и работали. Вот они идут, уйдут, там как еще. Егор, смотри чтоб там не стояли. Донесут и назад скорее. Идут. Подойдет. Взять не может еще. Тянет. А к нему дерево, не отрубленность еще к тянет. Ну явно богатырь. Богатырь. Он дерево сворачивает. Это сказка есть про цыгана. Змеям Горынычем. Когда цыган его послал, говорит. Узнать какой он себе. Он ушел. Нет-нет. Змеи приползают. Что тебя нет-то? Он говорит, да я быков связываю хвостами, чтобы за раз привезти. Змеи думают, вот это да. Послал за водой. Опять нету. Пришел он копает. А что ты копаешь? Да что ходить каждый раз? Я сейчас обкопаю, колодец возьму и принесу. Змеи Горыныч попятился. Вот они такие ребята. На испуг все берут. Ухватило их дерево это. Дерево бедное, по нему не рада, что уже и жило на свете. На кого наткнулось. Вот эти разные незнакомые надписи. Незнакомые. Вы не знаете, что это такое. Постарайтесь ликвидировать. Что написано? Никто не прочитает. Одна приехала из Америки. К Китаю рассказывает. Ну и кофта понравилась. Она купила. Там какие-то юрографы. И вот он. Один бассанинок повышал. Увидел. И других забил. Посмотрите. Она не поймет, в чем дело. Показывает, наверное. Она думает, хорошее. Видите, они смеются. За животы схватились. Она там подошла. Кому-то еще тут написано. Она говорит. Я дура на фуфыренное. У нас один здоровый дядь. 2004 года. Ему кто-то подарил из Германии. И прислал. И он стоит. И написано. А, им кажется, там какое-то слово стоит. Месса или что-то такое есть. Дубис Шульц. И палец внизу вот так вот. Он ходит. Мне говорит, она как раз по плечу. Он здоровый такой мужик. Я прочитал и не поверил. Написано. Я говно. А виноват ты. Что я такой. Я думаю, может быть, я ошибся. Я звонила. Наша сестра была. Она работает. Преподаватель немецкого языка в университете. Я говорю, Зина. Слушай, ну это знаете, это навоз. Я говорю, может быть, не навоз, а дерьмо, говно. Ну да. Даже сказать не может где-то. Я ему тогда сообщил. Я говорю, Майка, это не стало слить. Грамота никогда не помешает. Грамота тебе в карман не тянет. Вот, допустим, у нас яблоко. У тебя и у меня. Вот дай яблоко сюда. Второе яблоко. Возьми себе. Давай обменяемся. У тебя одно яблоко, а у меня. Давай обменяемся. Сколько у меня теперь? Одно. У тебя одно. Ну вот мы знаем, я наизусть изучил. Кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха. Я сказал, ты услышал. А ты знаешь другое место, не другого имени под небом, данным человеком, которым надбежало бы он спастись. Обмен идеи увеличивает двое. У меня теперь два стиха и у нее два. Маша поняла? Да. Руки опусти. Назад у нас стоят ноги. Видишь, как ты вальяжи в этап. Ноги вместе. В Америке это очень строгая дисциплина. Я когда просчитал, даже в судном поверил, в тюрьме, когда находится женщина и идет заключенная, она не должна подходить ближе трех метров. Это ее сразу арестует. Там в заключении. И она идет. Мэм, разрешите обратиться. Слушаю. И она должна сразу щелкнуть. Мэм, разрешите обратиться. И ноги должны быть развернуты на 45 градусов. Вот так вот это 90. А у нас стоит церковь на 120. Вот так развернет стоит. 45. Мне это очень понравилось. А может она по-другому? Может, но только дорого это обойдется. А ты не думаешь, что там дурные люди. Они знают, как человека централизовать на главные. Быть другим, быть послушаемым. У них там в Америке молодежь вот такая вот. Согласие родителей, видимо. Они говорят, не слушаются, не работают. Его арестовывают на месяц. Ну и советский приехал и говорит, а он стоит высокий. Как тебя звать? Сэр Джон. Это да, солдат. Ты смотри, как будто в плену немецком был. А почему ты здесь? Родители не слушаются, сэр. А почему не слушался? Потому что балбес, сэр. Опять он. Вот понятно как. Страна это не какая-то там Туркмения. А ведущая страна в мире. И они разные способы изыскивают. И у меня свои способы. Клином клин. Вот у нее не такое. Они пришли, пожалуйста. Заводила всего это Тараси. Работать совсем не хочешь. А сегодня он работает. А родители балуют или кто его. Он все время лишний. И всякие какие-то. И за столом будешь кривляться. И за стола вылетишь сразу. Давай. Иди сюда ближе. Что? Заводила тогда был не я. Не ты. А кто? Коля. Коля или Степа. Я не помню. Да перетерпи это. Коля и так уж досталась-то. Давай. Он переносит хорошее наказание Тараси. Хорошее качество. Понимаете. Однажды у нас тут были дети. Были. Ягоды брали. А там пауты. А паут это не комар. Он как долгнет. Он ее как долото. Ну и решили так. Вот. Война была. Дети. И убиты на поле. А дальше немцы идут. То шевелятся. Пристреливают всех. Всегда так делают. Зачем мне ранее нужны? И вот сейчас. Ляжь вверху. Вот так вот. И кто выдержит дольше всех. Не пошевелиться. Ну легли. Сразу-то легли. Все. Камак. Оп. Все. Готово. Вставай. Тащите за ноги. Следующий. Следующий. Кузнещик. Залез. Глаз приоткрыл. Готово делать. Относите. А один лежит. Я говорю. Речкунов Тимофеев. Тимоша. Теперь все уже мертвые собрались. И живые вокруг него. И смотрят. Паут садится. Садится ему прямо здесь. Вот. Глаза закрыты. И кусает. Это место очень больше. Даже духу не поддал. Кузнещик ползет. Что-то в носу у него пошарился. Там кузнещик. Усами почистил носу. Вылез. Не дает. Комары облепили губы. Не шевелиться. Может стали сомневаться. Он может быть правда неживой убитый. Тимоша вставать. Талант. Кандзё. По-японски. Никогда не стонать. Не пищать. Я о том сказал. А вы это хорошо запомните. Чтобы нам не превратиться в людей второго, третьего сорта. Русским человеком всегда ценили. Вот у нас приезжали здесь в Бразилии. Мы хорошие люди. Я сейчас могу им фамилию даже назвать. Беликова. Может даже слышали там. Они там где-то в Китае были. Потом переезжали. И вот когда они приехали в Бразилию. И они не стали там как некоторые в шахты пошли. А работали. И одновременно учились. Он закончил инженерно-транспортный университет. И он приезжал сюда. В Москве строил. Знатный мостостроитель. А в Москве это сложное сооружение. И они приезжали. Жена боевая такая. Разодетая. Форма. Всё это вышитая по-русски-то. А он приедет пообедает и ложится спать. Ну я бы наделал, что уже отжил мужик. Но работал, говорит, очень хорошо. И вот русские были. Как только корабль остановился. Они вышли в порту. Там пошли узнавать где остановиться. Бабёнки вытащили разные тряпочки. Крутят их. И тогда половички начали вязать. А там не видели. Местные подошли. И сразу стали покупать. Они стали готовить. Говорят, что давайте русские пельмени закатываем здесь. Ну где-то купили. И русские пельмени у них почти на расхват. А дальше стали прибыли. Они стали хлеб покупать, детей кормить. То есть русский человек талантливый. Мы-то кто такие? Если мы русские, мы должны помнить это. Кто наши предки? И в этом надпись его, она может как раз говорить о неблагополучии. Наши надели, вот это в церкви в таком мире. Все это запрещено у нас. Изображения могут быть только растительного характера. Принесли тут футболки. ЛДП либеральная, демократическая. ЛДП партия. Еще что-то. Какое-то слово. Россия. Жириновский. Ванимир Вольфович. Я сказал, вы верните ее, а наоборот никто не просчитает. А которые на фуражках-то можно заклеить, можно краской закрасить. И гляжу, вчера поехал, там играют. Сегодня надо будет заснять их. Кто-то лидер есть. Десять человек за лагерем волейбола. Они там играют. Балдеют. С остальных, кто бы не пришел, никогда не скажут, что есть там хоть один верующий. Собачка в Дахаске бегала, она может быть такая верующая. Илюша там бегает все эти. Им все еще. ДНДПР написано. Я тебе переведу. Лучшие Л. Лучшие дни ДПР потрачены расхлябанно. Вот то, что написано. Лучшие не потрачены расхлябанно. Вот я вам переведу, что это означает ЛДПР. Так, садимся за стол. Садись, Вика. Садись, Вика. Платочки. 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 Платочки все показываются. Платочки. Все, за стол. Садись. Тихо. Разговоры. Вика, разговоры. А почему у меня здесь яблочка нету? Нету? А почему я проведу? Нет, мы думали потереть вам лишь целую. Не надо. Думать не надо. Сейчас, сейчас. А зачем думать? Я живой рядом. Я не хочу. Я не хочу. Так, все, полное молчание. За скамейку руками больше никогда не берись. Все, подавайте. Святой водой, у кого что водит, помажьте. Глаз шам укусят комара. Голос. Ешьте яблоко, чтобы оставались все семечки. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Вот мы работали с Илюшей, столбы обработкой, мазал я, и он руку далековато подсунул, и на руках оказалось. Я ему что сказал? Вымойте руки. Скорее оботреб траву и скорее моем с мылом, пока она не впитала в тело. Вот тут надо. Вы не знаете даже, где мыло нужно, оно вам не нужно. Вот один раз рожок кнул, теперь смочило руки, смочило, ну, чуть-чуть кнул. Теперь вот так хорошо, разо три, грязь растет, не опять, видишь, грязь потекла, опять уросло, уже чистая вода, все. Вы не знаете, сколько мы больше тратим воды? Я однажды это когда прочитал, с трудом поверил, Михаил Сергеевич Горбачев говорит, у нас в стране тратится очищенная вода 70 раз больше нормы. 70, то есть вместо одного, 70 человек могли бы на пенсии сделать. А что, он говорит, несмертное сокровище, а там вратили нас. Тогда было так необычное, такие слова присостивались. А для меня это было как бальзам. Наконец-то вышел человек, который сказал, что развратилось. Я показываю там в пустыне, где женщина берет кувшин, вот такой вот кувшин, большое там ввели, на плечо ставит вот так, они идут там, и идут за водой в потемках утром. И возвратятся, уже темнеет. И каждый принесет один сосуд, это на всю семью. Вари, купайся, мойся. Один сосуд, сколько на женщина принесет? Так, матушка идет. Где он? Ну-ка, Марина, тащи ее застой. Никогда не были пропускать, понимаете. Мы очень обязаны. А стоимость с половиной застой. Да, застой была. Она, хру, упала. Вы учитесь, что я вам говорю. Все вы не заметили. Все, я точка, вот это у тебя осталось. А чего это такое? А это еще у тебя осталось лишнее. Вот это, смотри, это съедобное. Съедобное. Вот, видите, еще нет. Вот так. Понятно? У нас ничего, да? Это урок прошел? Урок. Надо очень сценить. Ни одной копейки никуда не тратить. Великолепно на семью, когда я говорю, смотрел перед, и как они там моются, ему надо выглядеть хорошо, было тушим. А потом эту воду, как-то маленько отстаивают, и второй раз моются, и третий раз отстаивают. Сейчас воду отключат и придется. Все. Где она воду отключит? Здесь. Так. Мы готовы. Степа, бери с собой. Встали. Все, ни того больше нет. Встала. Когда вы оговорились, это вы покажете вопрос своим, неспокойно. Отсюда болячки взять и остается. А кто-то услышал, помолился. У тебя все, что леглось, пища пошла к месту. Ничего нельзя делать, а демон рот разрывать будет. Я просил, зажми его, не выпуская, а ничего не получается. Не получится. Почему? А это первая ступень. Отвергись в себя. Тебе разницы не должно быть то, что сказал. Златоуз говорит, сказал тебе, говорит, замечательное дело, поблагодари. А если неправильно, поцелуй за намерение. Он тебя хотел предостеречь. А тут ни одно слово нельзя сказать. Справедливо. Поташение меня справедливо. Да бог нигде слово справедливо не употребляет поташение к людям. Нету. Гибнут все дети. Ну, во время потопа дети-то не были виновны в этом. Все погибли. Несправедливо. За это тоже отвечать будешь. Скотина, птицы, все погибли. Все до того. Как я легендой говорю. Никого нету. Руки сзади никогда не держи. Несправедливо. Ну, в садове-то были садомиты. Ну, дети-то мало, не виновны. Огонь пролился, все. Один в субботу щепки собирал. Щепки какие-то, ксучки. Бог сказал, уничтожить жену, детей, скотину. Господи, да разве это справедливо? Вот это тоже ответишь. Тебе не надо рассуждать. Заразу не будете больше сеять. Бог выжигает до дна, до тла. Ничего нету. И при том, это не один раз. До фана, Верон и Корей согрешили. Трое. Бог сказал, все, соберите. А хан взял из заклятого. Бог говорит, шатер, жену, детей. И огромный холм накидали. А справедливо это. А в этом даже речи нет. Несправедливо. Но это по нашим меркам. По-божьему справедливо. Это его горшок. Он, хочу, говорит, горшечник разобью. Хочу, его не создам. У нас не внещается у нас. Отвергнись в себя. Своё я растопчи. Захареву спросили. Говорят, а как это отвергнись в себя? А он тогда себя сорвало тут. Ну, какой-то, бетейку там носит. Кобелавка там той. И он так потоптался. Вот так вот. Вот и все. Показывает в кладбище. Иди, хвали его. Нету. Иди, похули его там всякими словами. Молчи. Такой и будь. А здесь нет. Почему? Потому что первого шага не сделали в христианстве. Христианство. Это не учение какое. Это Христос. С тобой в тебе Христос. Дар Божий в жизни еще. Смотри, сколько у нас. Бери. Жене учить не позволяй, не властвуй над Божьим. Но быть в безмолвии. Ты будешь какого-то такая в безмолвии. Сколько ты наговорила при муже? Судодень тебе поможет это? Ты умирать, ты будешь. Какой язык присудить придется? Дьявола за язык потянут. Но быть в безмолвии. Павел говорит, учить не позволяй. Но он не прав. То есть у меня ответ, он не прав. Не прав, но что ты превратился в мужика, и теперь его давишь. Ну ты женщина осталась. Общу при себя. Жене учить не позволяй. Она один раз нарушила. Почему? Не Адам, принесившись, Павел к преступлению, но Ева. А при чем тут Ева? Тебя не надо спрашивать. Павел привел один единственный довод. Так это несправедливо. Ева там и я через 7 тысяч лет пришла. Ева. Тебе все Евина. Все Евина. И поэтому учить не позволяю. Не позволяй, это Новый Завет. Ни слова. Так я хотел спросить. Дома у мужей спрашивайте. Дома у мужей, даже не в дороге. Считали? Да. 7 глава. 5 глава. 1 посадник Коринфянам. Ну что? Так а когда я должна тогда молчать, вышла замуж, тире, превратись в камень. Ян Златоуст. Так это унижение. Вот за это ты ответишь. Маргарет Тэччер это понимала. Железное медье. Говорили. А какое главное у вас дело? Главное утром, говорит, мужа накормить. А руководить буквально всем миром, масонка. Мужа накормить. Это главное. Больше тебе ничего не надо. Японской женщине. Главное выйти замуж. И теперь все время поднимать авторитет мужа. А он сегодня был где-то у другой. И это ее не касается. Она никогда не упрекнет. Они так приучены. Главное, что она пристроена и так ее идет. А у нас нет. Поэтому капельницы никакие вам не помогут. Никакие следования, никакие таблетки. Все в тобе. Один мужик говорил у Льва Толстого. В тобе. Отвергни это. Еще раз скажу, что у мусульман нет, чтобы оговаривались. Если настоящий мусульманик, она не знает даже. Она подала ему пищу, говорит, поставила. И вот так вышла обратно, задним ходом. Рассказ Илья Сыльва Николаевича Толстого. Мы многое узнаем из пищевого писания. Но жизнь показывает нам, где соблюдает, а где не соблюдает. И там еще мира нет. Семьи, где жена молчит, самые прочные семьи. А где это такие семьи есть? У бомжей. У бомжей. Агна что-то там противилась. Назавтра нашли там нога в одном ящике, в другом нога, рука. Все разделано. Больше не было. Оборвнули у нас. Так она, я ничего не знаю. Я знаю только, что опубликовано. Научись молчать и научись своей дочке так же. Лицо не козить. Ноги вместе. Рукова не натягивать. Руки, чтобы кисти были свободны. Он заметил, сколько сразу ошибок. И все один раз услышала, второй раз, чтобы этого не было. Господи, слава Тебе. Ты дивно велик. Ты дал нам закон Твой. Аллилуйя. Ты показал, что муж есть глава жены, и он отвечает за нее. Что этот немощийся сосуд подвержен боли и греху. Слава Тебе. Хвала Тебя, отецственный и святой Дух. Аминь. Что интересно, исследовали в Англии? В Англии исследовали. Женщина в среднем на 25% глупые мужчины. В среднем. Взяли 5000 человек и посмотрели. Самая умная собака восточноевропейского, которая там кушает овщадками. Не такая, как у Валерий Павловича. Вот так вот. То есть все это исследовано уже. А какой народ самый умный, можете не спрашивать, еврейский. А почему? Не потому, что они захватили весь мир. А потому, что им верено Слово Божие. И они по этому закону, который живут. И окресты народа услышат и скажут, какой это великий и мудрый народ. Так сказать. Не позволяй, чтобы его тянут. Это лишние килограммы тянут. Стоять на выдержку и не позволяй больше себе так быть. Зачем это? Эти люди больные. Она уже сейчас сходящая аптека. Мы отдельно поговорим. Все должно быть другое. Притом настройся на то, что даром это не дается. Это строгость. Мы сейчас уходим. А эти батальоны вы разберетесь сами. Без работы никто не был ни большой, ни малый. Иначе за стол не сядет. Я вам рассказывал случай какой. Опусти руки пока, не надо. В одном доме родилась девочка. Да и хорошенькая. И родители. Ладно, поспи подольше. Полежи, Машенька. Потом выйдешь замуж. Там как будет. А пока полежи. Ничему не научилась. Подметать в комнате правильно не может. Только пыль по сторонам развезет по углам. И это я видел здесь. Пока Марину не послал туда, они не могли даже в прихожую помыть у Никиты. Ну вот парень один посватывался. Но они сказали, она у нас еще не умеет делать. Ну ничего, мы научим ее. Ты научишься там, Маша? Научусь. Она смотрит на этого Игорька. Он такой хороший, работящий. Три месяца. Они думают, она вот-вот вернется. Нет. Мать забеспокоилась. Живая ли она? Отец, ты бы сильно попроведал. Он приехал. Нашел дом их. Дочку увидал. Точенька, что у вас так? Так все на поле. А почему? А я дома. Я в Польше. Всех должна уйти к ним. Но сегодня вот ты пришел, я не уйду. Корову подай. Так папа, тятя. Наши скоро с поля вернутся. Мы ужинаем. Ну и что? На конституции не работал, за стол не сядешь. А что я должен делать, отец говорит? Ну в огороде возьми тяпку, хоть рядок протяпай. Они придут, спросят тебя. То есть она все научилась. И все. За стол не посадят. И отец взял тяпку и пошел. Приходит домой к матери. Мать, какие же мы глупые, ничего не научили. Да какие эти люди-то хорошие. Они меня заставили работать. Это вошло в историю. Написано. И по этим ущебникам ущили людей. Богу слава. Спасибо, Христос. Вы же хотели интервью взять? Потом. Сейчас мы нам делаем. Потом. Потому что мы нам... Ого. Вот.